Экспресс-газета и Комсомольская правда представляют совместный проект «Светская кухня». Я Сергей Минаев. И я Раиса Мурашкина. Приготовим для вас свежайшие новости из мира кино и шоу-бизнеса. Привет, я Сергей Минаев. Итак, начнем. Роза Сибитова проиграла суд Экспресс-газете. В статье об обманутых ею невестах оказалась правдой. Но это еще не все. Обманутые розой девушки объединились. И теперь сами подают на Сибитова в суд за разбитые надежды. Поводом для иска о защите чести и достоинства и взыскании компенсации в размере 2 миллионов рублей стало интервью экс-помощника Сибитовой Ивана Ирбиса о деятельности ее брачного агентства. В интервью помощник рассказал о подробностях ее личной жизни и недовольстве клиентов услугами. Роза Сибитова на заседании присутствовала лично. Она просила суд признать распространенные сведения недостоверными и порочащими ее честь. В общей сложности телесваха, требовавшая по 1 миллиону рублей от каждого из ответчиков, настаивала на провержении 60 фраз из интервью. Сибитова утверждала, что после прочтения у нее случился гипертонический криз. В свою очередь, представлявший интерес экспресс-газеты Иван Ирбис, адвокат Сергей Жорин, попросил оставить иск без удовлетворения. Он сослался на то, что около десятка спариваемых фраз в печатной версии газеты вообще не вышли. Эта победа, ну, для меня, по крайней мере, я думаю, что для газеты также крайне важна, поскольку говорит о том, что когда издание пишет правду, то, в общем-то, никакой ресурс, никакие пищения, телефонные права и так далее не могут помешать нам доказать свою правоту в судебных инстанциях. Роза, конечно, крайне расстроилась. Уходя из суда, она сказала что-то вроде «мы еще увидимся». Но я думаю, что если мы еще увидимся в суде, то явно это будет также не в ее пользу. Жорин настаивал, что информация об обманутых невестах соответствует действительности и предложил заслушать в качестве свидетеля защиты четырех женщин, бывших клиенток брачного агентства истицы. Но суд это ходатайство отклонил. Вообще, я советую женщинам, наверное, не пользоваться услугами брачного агентства, а, в общем-то, выходить на улицу, улыбаться, знакомиться, и все будет хорошо, поскольку все вот эти попытки обмануть судьбу, они заканчиваются плачевно. На днях в Москве прошел бал дебютанток Татлер. Всем бы дебютанткам так выглядеть. Шелковые платья в пол, меха, камни, богатая родословная. Внучки Шеварнадзе, внуки Фрейдлиха и Кобзона, дамы знакомились с кавалерами в танце, и в финале все смешалось в одну блестящую процессию. Двенадцать девушек с громкими фамилиями впервые вышли в свет. Блеснуть, поразить и заявить о себе. Современные Наташи Ростовы пришли на бал с семьями. 18-летняя Алла Тарасова с бабушкой Алисой Фрейдлих, мамой и братом. Для меня это было неожиданностью, и, честно скажу вам, что отказалась. И меня уговорила моя мама, она сказала, «Аня, ты должна почистить себя принцессой». И я согласилась на бал, и это было так, на полгода растянулось, и было так, когда я приехала в Москву, так непривычно, когда неделю каждый день репетиции, каждый день какие-то примерки. Алиса Бруновна призналась, что пришла на бал исключительно ради Анны, чтобы поддержать внучку. Я, честно говоря, совсем-совсем очень-очень другое поколение, поэтому... У нас были замечательные посиделки, я считаю, что они не хуже балу. Почему? Сидели себе на кухне, болтали, пили, обменивались впечатлениями, угощали друг друга. Это было не хуже, чем большой бал. Но балу себя чувствуешь немножко, так сказать, скованной, зажатой. 21-летняя Мария Шостакович кажется самой уверенной в себе. «Для меня не было ничего сложного, я великолепно танцую, я могу так сказать. Я профессионально занималась, ничего не было сложного, у меня не было сложности с балом». Весьма изящно выглядела 15-летняя Елизавета, дочь экс-губернатора Московской области Бориса Громова. «Подборка платья – это была более сложная вещь, чем даже сами репетиции. Я очень волнуюсь, и я просто сейчас с соседями смотрю». «Я вспоминаю, когда училась в Суворовском училище, у нас были такие баллы, были в обязательном порядке. Все так было красиво, здорово. Они дают возможность общаться, они дают возможность научиться и танцам, и хорошим манерам». 15-летняя Нанули Шеварнадзе, внучка бывшего министра иностранных дел СССР и президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, родилась во Франции и русского языка не знает, поэтому делилась впечатлениями на французском. «Она говорит, что вначале я вообще ничего не почувствовала, потому что я понятия не имела, что это такое, но она родилась и выросла в Париже. Она говорит, что потом, когда я уже поняла, что мне все-таки придется ехать в Москву на этот бал, я начала делать больше ресурс, я полезла в интернет, мне это очень понравилось, очень красивая история, так что я очень рада, что я тут». Оркестр под управлением Владимира Спивакова грянул вальс, и девушки вышли к публике в сопровождении танцоров Большого театра. Внучка Шостаковича не слукавила, танцует она действительно бесподобно. Пожалуй, для нее дебют удался на 100%. Больше всех волновалась Елизавета Громова, но и она ни разу не сбилась и показала, что не зря ходила на репетиции. Осенний бум разводов набрал обороты. На этот раз побросали свои семьи Владимир Крестовский и Константин Дзю. Молоденькие музы отодвинули на второй план их жен и многочисленных детей. Боксер Костя Дзю разводится с женой и возвращается в Россию. После 20 лет брака пара приняла решение расстаться. Семья спортсмена остается в Австралии. Сам жен перебирается в Москву, где его ждет новая молодая подруга. У Константина и Натальи Дзю трое детей. По словам супруги боксера, они расстаются друзьями и разводятся по обоюдному согласию. Наталья с детьми пытались прижиться в Москве, однако ребятам, которые выросли в Австралии, России не понравилось. У спортсмена же карьера на зеленом континенте закончилась. Брак супругов распался еще два года назад, когда Костя стал все чаще наведываться в Москву. Тогда-то у него и появился роман на стороне. Кто именно стал новой избранницей именитого боксера, держится в тайне. У нас даже поклонники Кости, наши читатели, звонят, говорят, да как так, утка, не может такого быть. Вот так вот получилось так. А как они умудрялись сюда скрывать два года? Прикрывался вот Наташей, детьми прикрывался, а сам с ней жил. А что тогда стало последней каплей? Кто сейчас был инициатором развода? Ну да, конечно, обои так же в отдых. Обои же были настроены на развод. Оба, да? Конечно. А Наталья как держится? Ну что, ну уже все перегорело. Сколько можно тоже плакала, сколько переживала. И тоже с тремя детьми осталось. Такой дом большущий. Строили ведь для себя, для детей. Сейчас этот дом поставили на продажу. Она снимает квартиру. А это идея чья была? Ну, ей одно просто тяжело, трудно вести такой дом. Там трехэтажный особняк. А вы к ним не собираетесь? Нет, мы были вот здесь, с дедом ездили. Пять раз мы были. Ну, конечно, все это благодаря гостей. Простится за потери и потеря. Светские сплетники также активно обсуждают личную жизнь известного музыканта Владимира Крестовского. Многочисленные слухи о разладе в семье младшего Изума Турман, похоже, оказались правдой. Говорят, Владимир всерьез увлекся актрисой Ольгой Пилевской. Девушка известна тем, что играла главные роли в клипах популярной группы. Со своей женой Валерией Римской певец прожил в браке 17 лет. Она подарила ему четырех прекрасных дочерей. Олимпиада 2014 вот-вот стартует. И мошенники, разумеется, уже подсуетились. На Олимпийских играх пытаются заработать жулики всех сортов. В интернете появляются заманчивые объявления. Например, вот это «Помогу начинающей звезде». Продюсеру, предлагающему свои услуги, позвонил небезызвестный пранкер Вован. Представился Сереже из российской глубинки, мечтающим о всенародной славе. Таких в стране пруд-пруди. Мужчина, называющий себя продюсером, в легенду поверил и тут же предложил начинающему таланту не мелочиться, забыть о фабрике звезд и замахнуться на шоу посерьезнее. Да, это будет большая реклама, и это будет очень выгодно. На мылом. Ой, то есть на открытии Олимпиады я буду исполнять что-то? Да, да. Прямо на самом открытии? Да. Ого, как круто. И там же миллионы людей будут смотреть по всему миру. Нет, неправильно сказали. Весь был эффект. Сколько? Весь мир. Ого. На звездную жизнь продюсер просит совсем немного. Всего полмиллиона рублей. Заключить контракт готов с кем угодно. Достаточно звонка по телефону и небольшого аванса. 500 долларов. А дальше роскошная жизнь и сочинская сцена. Только после третьего звонка мошенник понял, что его разыграли. Напоследок заявил, что таким образом зажигает миллионы звезд. А вот пранкера Вавана, пожалевшего 500 тысяч рублей на открытии Олимпиады, мы, похоже, не увидим. В чужую мечеть со своим уставом не ходят. Об этом совсем забыла Рианна, когда решила снять фотосессию в большой мечети Абу-Даби. Певицу сразу же заметили. И пинками вытолкали вон. Еще легко отделалась. Могли и камнями закидать. Звезда мировой поп-музыки, американская певица Рианна, была выдворена из большой мечети Шейха Заедова-Будаби, заустроенную на ее территорию фотосессию. Для посещения мечети звезда выбрала облегающий черный комбинезон с капюшоном, который, по словам администрации, скорее обнажал, чем скрывал фигуру женщины. На площади Рианна решила сфотографироваться. Поза певицы вызвали возмущение сотрудников мечети. Они потребовали от звезды немедленно покинуть территорию комплекса. В администрации подчеркнули, что визит Рианна в мечеть был частным. Она не запрашивала разрешение на фотосессию, а значит, должна была вести себя, как обычные посетители. Реакция Рианна на критику эмиратских властей до сих пор не последовала. Она, тем не менее, опубликовала свои фото из мечети в Инстаграме. Большая мечеть Шейха Заедова-Будаби является самой большой в Объединенных Арабских Эмиратах и шестой по величине в мире. Она названа в честь основателей первого президента Эмиратов Шейха Заеда бен Султана Аль-Нахаяма и может одновременно вместить до 40 тысяч молящихся. В отделке мечети использован белый мрамор. Власти Арабских Эмиратов открыли свободный доступ в мечеть для всех желающих. Разве страна не рада, что у нее есть такой артист? Грозно спросил Николай Басков накануне своего дня рождения. Рада, Коля, рада, ответили зрители и стройными рядами отправились в Кремль. Монсеррат Кабалье послушать, да и на Баскова посмотреть. Сложно поверить, но той, кого когда-то Лучано Поворотти назвал голосом столетий, в апреле исполнилось 80. Больше 60-летия величайшая оперная дива современности Монсеррат Кабалье отдала сцене. Она приехала в столицу специально в день рождения своего давнего друга Николая Баскова, чтобы поздравить артиста с 37-летием. И через пару дней спеть с ним в Кремле оперной партии. Это уникальная, великая певица. И столько лет дарить людям радость своим голосом, я считаю, что это, наверное, дано свыше человеку. Поэтому еще раз спасибо. Великая Монсеррат прилетела в Москву вместе с дочерью и маленькой внучкой. Пожалуй, мало кто знал, что наш Басков для Монсеррат как сын, которого у нее никогда не было. Мы очень рады быть здесь с дочерью, ее мужем и внучкой в день рождения Николая, чтобы справить его вместе. Иногда Николай шутит, что я его музыкальная мама. А я так и чувствую себя его мамой. Я чувствую, что моя дочь и он – брат и сестра. Николай рассказал, почему променял карьеру классического исполнителя на образ натурального блондина из шоу-бизнеса. Я так выбрал свой путь. И, может быть, этим, с одной стороны, от этого я радуюсь, с другой стороны, может быть, что-то я где не спел, я огорчаюсь. Но это мой путь. И так, как сложилась моя судьба, я благодарен Богу, я бы ничего не поменял в этой жизни. Басков подкровеничал и о своих мечтах. Мечтаю, что когда-нибудь услышать такое слово, когда мне скажут «Мой дорогой муж». Вот, когда-нибудь, все равно, поймите, как бы, пускай пока этот пробел есть в моей жизни, хотя его нету, по сути, я и состоялся, и как мужчина, как отец, все впереди. Но я понял, что в шоу-бизнесе возраста нету, границ нету, и отцом я всегда смогу стать и в 65. С болью Николай говорил только об одном человеке. Нет, с шинишкой я не общаюсь, но надеюсь, что придет время, когда он позвонит и скажет «Папа, с ним прожди». Сам концерт в Кремлевском дворце прошел при полном аншлаге и множестве вип-приглашенных, среди которых Сергей Степашин, Геннадий Селезнев и Анастасия Волочкова. Николай спел Арию Ленского из оперы Чайковского Евгений Онегин, которого 15 лет назад пел со сцены Большого театра. А также множество произведений классиков оперного искусства вместе с Великой Монсерратой и ее дочерью Манситой. Главным сюрпризом стал визит Светланы Медведевой, которая вместе с родителями Николая и самим артистом сфотографировались в фойе после концерта. Лидер группы Айра Смит Стив Тайлер знает толк в женской красоте и не чушь с прекрасному. Поэтому вопрос, кто возглавит в Москве жюри конкурса «Мисс Вселенная» даже не стоял. Конечно же, Стив. Разумеется, Тайлер. Что будет твориться на главном событии в мире красоты, сложно представить. Мало того, что конкурс «Мисс Вселенная» впервые пройдет в России, в нашу страну съедутся 87 красавиц всего света, так еще и гости ожидаются очень интересные. Жюри возглавит эпатажный лидер американской рок-группы Айра Смит Стив Тайлер. А в качестве ведущей на сцену Крокус Сити Холла выйдет экс-солистка «Спайс Геллз» Мелани Браун. Известная как Мел Би. Не обойдется и без миллиардера Дональда Трампа, который 20 лет назад купил конкурс «Мисс Вселенная» и каждый год с удовольствием заседает в жюри. В прошлом году 67-летний воротила гостиничного бизнеса и решил проводить конкурс на родине в США. И так совпало, что корону надела именно американка. Оливия Калпа поедет в Москву и торжественно передаст титул новой королеве красоты. Конкурсантки, в числе которых 19-летняя россиянка Эльмира Абдразакова, уже съезжаются в столицу. Когда девушки будут в сборе, в одном из ресторанов Москвы проведут приветственную вечеринку. А затем участницы отправятся на экскурсию в Кремль и Большой театр. Ромашки спрятались, поникли лютики. А лютиков здесь нет, поэтому и песня заканчивается. А Аллочка из Универа, Мария Кожевникова, так-то вообще зажала жениха. А почему я сказала зажала?